Привет, YouTube! Перед началом этого видео я хотела бы сказать, что недавно я зашла на свою статистику в творческую студию, и я вижу, что на меня подписались уже 7800 человек на данный момент. И меня не может не радовать эта приятная новость. Я очень-очень сильно благодарна вам за то, что вы смотрите мой канал, и мне приятно то, что людям заходит то, что я снимаю, то, что я делаю. И для новых людей, которые пришли на мой канал, просто хочу сказать, что меня зовут Катя, я работаю водителем международником по Европе, на польскую компанию, и снимаю дальнобой со стороны путешествия. Мне это нравится, и мой канал, как мой видеодневник тех путешествий и той работы, которую я делаю, и там, где я провожу свое время, вижу красивые места, и показываю, делюсь с вами своими впечатлениями. Спасибо вам еще раз большое за вашу огромную поддержку, за ваши лайки, комментарии. Желаю вам приятного просмотра! Субтитры сделал DimaTorzok Раз, какой-то другой паром, ой, даже с душем, не похож на тот, на который я ездила в прошлый раз. Вот выглядит туалет. Ну, какой большой этот корабль, а не корабль, а паром. Он еще, видимо, грузится. Высота, конечно, ну, не знаю, не скажу. Ну, старше он, чем тот, на котором я плыла в Данию. Там, на пароме, я познакомилась еще с двумя русскоговорящими коллегами, они из Белоруссии. Мы вместе сели обедать. Вот такой вот обед я себе взяла. В целом людей было немного, потому что это грузовой паром, и там были только коллеги водителя. Музыка. 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 Я уже приплыла, паркуется наш паром, а это такой паром, который должен разворачиваться, чтобы выпустить нас. То есть так прикольно. Он старый, и, как я узнала, только для грузовых автомобилей. Вот, я еще воспользовалась своим тикетом, который дает 50% скидки на еду, и заплатила где-то 8 евро за классный обед. Вот, было вкусненько. Салат, картошка жареная, сосиски, там, с подливой, и небольшое такое желе, как десерт, и кофе я взяла. Вот, еще, да, еще можно было взять один из напитков бесплатно с холодильника. Там кола, фанта и вода. Колу, фанту я не пью, я взяла воды. Я двигаюсь на Германию. У меня... Наверное, я завтра выгрузила. А может, и сегодня успею. Я стою на паркинге в Германии, здесь пойти негде, и я читаю книгу. И вот, что пишет автор, просто хотела с вами поделиться. Прежде чем показать вам выход из ловушки внутреннего самообесценивания при столкновении с критикой, позвольте рассказать, почему она огорчает одних людей больше, чем других. В первую очередь, необходимо осознать, что вас огорчают не другие люди, а их критические замечания. Не важно, насколько злобными, бессердечными или жестокими могут быть подобные замечания. Они не способны расстроить вас или вызвать даже небольшое беспокойство. Унизить вас может лишь один человек. Это вы сами и никто другой. И дальше он объясняет, как это работает. Когда другой человек критикует вас, в вашей голове автоматически запускаются негативные мысли. Именно они, а не слова другого человека, провоцируют вашу эмоциональную реакцию. Я сейчас на заправке в Люксембурге. И здесь хочу показать цену. Евро 67 за литр. Вы просили показывать цены. Если я заправляюсь, вот показываю вам. И, ну, понятное дело, я еду в Германию, до Австрии. В Австрии у меня есть заправка будет тоже, но пока что заправляюсь здесь. Доброе всем утро. Я проснулась. А здесь вчера не было места, где стать вообще. Вообще не было места. Горы красивые. Вообще такая погодка. Пахнет так классно. Вон там горы. А здесь горы. Да, я еле нашла себе, где притулиться. Вот здесь рядом со мной стоял бусик. Так близко-близко мы были. Я переживала, чтобы он меня не зацепил утром, когда будет выезжать. Ну, нормально. Чего переживала, не знаю. Пломбы на месте. Все в порядке. Да, я еду сейчас национальной дорогой. И где-то 3 часа примерно мне туда добираться. До Падуи, в Италию. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok